МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Как дела? Сегодня я расскажу вам о том, как я снимала королевские роды. Все случаи происходили с Кейт Миддлтон, но с Меган Маркл мне не удалось, как и всем остальным репортерам, что-либо снять о ее родах, кроме вывески рядом с Букингемским дворцом. В 2013 году, когда весь мир ожидал, около двух недель все репортеры собрались рядом с госпиталем Святой Марии на Паддингтон, и весь мир смотрел с ожиданием на вход в главное крыло Линдо, где лондонские жительницы рожают своих детей. Я даже не подозревала, что я поеду туда, и я даже не думала, что когда-либо я буду снимать что-либо подобное. Я просто в тот день, как помню сейчас, поехала к Букингемскому дворцу, где я вывешиваю вот такую табличку. Сегодня родился принц Джордж. Две недели все репортеры ждали этого события, и около 300 репортеров со всего мира собралось у госпиталя. Поэтому я так думаю, поехать туда, не поехать. Как бы проездной у меня был на тот момент, делать было нечего. Дело было летом, 22 июля. Но у меня, после того, как я сняла табличку, все, что происходит в городе, у меня закончилась батарейка в моей камере, и буквально там, может быть, на одну-две минуты осталось ее действие. Ну, думаю, ладно, хотя бы посмотрю. Все-таки такое историческое событие. Будущий король родился и поехала. Там как раз уже писали по BBC, что родственники Кейт приехали посмотреть на ребенка. Также Гамила с Чарльзом посетили госпиталь и посмотрели своего внука. И несмотря на то, что были толпы туристов и толпы фанатов королевской семьи, мне удалось что-то снять со своим 300-метровым зумом. Я была очень далеко от того места, где они выходили и показывали, презентовали всему миру своего будущего короля Великобритании. Мне удалось что-то снять, я снимала в основном видео, но и три фотки сняла, одна из которых получилась удачная. И ее, даже несмотря на то, что там было 300 репортеров, а то и больше, еще и других каких-то фрилансеров, примерно как и я, мне удалось пару раз эту фотографию продать. Ну, фотография в районе 20-30 фунтов стоила. То есть, не такие огромные денежные заработки, как это делают профессионалы, которые были в специально огороженной области, от всех остальных, от всей публики. Я-то всегда снимаю с публичных мест. Но тем и ценнее мои фотографии, потому что я снимаю с других ракурсов. Это очень хороший поинт для тех, кто пытается найти себя в фотографии или видеографии, но не имеет официальных аккредитаций для того, чтобы стоять в официальной прессе. То есть, в тот день я просто нечаянно очутилась там, после чего я осознала, что я присутствовала на одном из главных исторических событий Великобритании. Родился будущий король. И когда я это осознала, думаю, ладно, в следующий раз я уже целенаправленно поеду туда. Но не тут-то было. Когда родилась Шарлотта, я работала няней в семье, хотя и был выходной день, и я поехала туда, к госпиталю, уже когда объявили, что все родственники посетили семью, то есть она уже родилась, все родственники приехали, посмотрели на девочку. Девочка просто бомба. Я о ней буду рассказывать попозже. Когда я ее вижу, я просто кайфую от ее присутствия. Очень обидно, что я пропустила. Мне надо было возвращаться домой и смотреть за детьми, потому что мы договаривались с семьей, что я приеду и буду находиться дома, следить за детьми, пока родители в ауте. То есть к моменту, когда уже все родственники посетили, приехал Уильям, я уже находилась там, приехал принц Уильям и как бы тоже навестил и уехал. И в этот момент я думала, ладно, раз он уехал, значит, еще не скоро уйдут. Ну и поехал домой. А он в это время, оказывается, поехал за Джорджем, чтобы привезти его, чтобы всем вместе поехать домой после того, как презентуют принцессу. На тот момент мы еще не знали ее имени. В общем, Кейт в желтом платье появилась на пороге вместе с принцем Уильямом. В этот конкретный момент я не была, не присутствовала на презентации рожденной принцессы. Но в тот день я тоже ездила к Букингемскому дворцу, снимала табличку, на которой было сказано, что родилась девочка. А также просто, опять же таки, что происходит в городе. И одна из фотографий была продана в журнал «Париж Матч». И это, наверное, самая дорогая моя фотография. Нечего особенного, там просто такси с шариками, и написано «It's a girl», то есть родилась девочка. Потому что фотография была продана в журнал, я получила 100 фунтов за эту фотографию. То есть в общей сложности, так как я получаю 50%, вторая сумма идет агентству, которое продает эти фотографии. В общей сложности фотография, обычная фотография продалась за 200 фунтов, потому что пошла в журнал вот такая вот цена. Я, кстати, решила приобрести этот журнал, потому что это парижский журнал, и я не знала, где его взять. Пошла на eBay, и там долго искала. Единичные экземпляры продавались, и вот я приобрела вот такой журнал, написан «It's a girl». Это не моя фотография, моя фотография где-то в середине, но я приобрела для своего портфолио, для того, чтобы помнить о том, как все это происходило. Вот на этом развороте моя фотография вот буквально здесь находится, написано не на шариках, а на скрине, на экране такси, что написано «It's a girl». Так что вот так я есть в журнале. Ну, конечно, я продавала некоторые свои фотографии наверняка и в журнал, или в газеты, и, к сожалению, я не знаю, куда иду, мне просто приходит о том, что ваша фотография продана туда-то. И все, а где ее найти, в каком номере и так далее, это мне неизвестно. Поэтому вот когда сказали «Париж-мач», я так сложила два на два, думаю, наверное, майский номер или июньский. И стала искать майский или июньский, и вот нашла. Но, научканная всем своим предыдущим опытом королевских родов, третьей роды, когда родился принц Луи, я поехала туда буквально за пять минут до их выхода. То есть приблизительно я знала расписание королевского протокола, если можно так сказать. Кейт рожает, табличка выносится, и королевская семья посещает ее, смотрит новорожденного, уезжает. Принц Вильям приезжает с детьми, посещают ее, и они выходят. Где-то вот после того, как принц Вильям приедет с детьми. Ну, то есть после того, как он приедет, проходит час или два. И вот в тот момент, когда объявляют, что он приехал с детьми, я уже бегу туда. И буквально вот последние роды, когда она родила принца Луи, я была за пять минут до их выхода. Конечно, там, как всегда, толпы. Конечно, там не найти место, где, откуда можно фотографировать. Но так как я имею репортерский опыт, я всегда найду место, откуда можно что-либо снять. Тем более у меня такой хороший зум. Конечно, на весу, когда тебя еще толкают со всех сторон, падает камера иногда. Да, но все равно вырезать что-то можно. И есть некие куски контента, которые можно продать и использовать в своих видеороликах. КОНЕЦ 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 Так что вот так. Ну и, конечно же, табличку Мэган о том, что она родила сына. Я тоже ездила в этом году и снимала у Букингемского дворца. Мне так повезло, что прямо передо мной ее выставили. И кроме меня на видео снимала только BBC. Остальные репортеры, к сожалению, остались в стороне, потому что предполагалось, что ее выставят прямо перед ними, а выставили немножечко сбоку. Поэтому видеокамеры не смогли ничего снять. А фотографы, конечно, снимали уже с того ракурса, откуда они, где они уже стояли и были огорожены от обычной толпы, от публики. Поэтому так. Иногда везет, иногда не везет, но что-то снимается, что-то продается. Конечно, я не могу сказать, что это приличный заработок. В месяц там по 50 фунтов, если я получала, то было хорошо. Это не моя зарплата, это не мой заработок, это просто мое хобби, переросшее, наверное, уже в профессию. Буду искать работу именно в этой профессии и посмотрим, что из этого выйдет дальше. Сейчас поговаривают, что Кейт беременна четвертым ребенком. Но посмотрим, если это так. Может быть, мне удастся побывать и на четвертых родах, если это можно так назвать. Ну, то есть, презентации нового принца или принцессы. Приходите тоже, посмотрим вместе. Пока на этом все. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok